Всем привет дорогие друзья, с вами Маракаси и так сегодня посмотрим бой на танке WZ-55. На данный момент данный танк является одним из лучших в игре, при этом вышел он на эту позицию практически сразу, то есть занял такие главенствующие места в топе по дамагу, так что сейчас практически у игроков нет сомнений о том, что данный танк все-таки нужно прокачивать. И друзья, вы можете выиграть золото, для этого вам всего лишь достаточно в комментарии указать свой игровой ник и досмотреть данное видео до конца. Все предельно просто, выигрывайте золото, оно всегда может вам пригодиться. Также не забывайте подписываться на канал, нажимайте колокольчик. И друзья, тут у нас информация по поводу Бураска на сайте Водхаб, остается всего один день скидки 14% на лутбокс Бураска. И уже некоторые даже выиграли данный премтанк, так что попробуйте, возможно и вам повезет. Ссылка на сайт находится в описании, там же промокод. Кстати, доступны разные версии Бураска, есть и максимальные, и с дополнительной всякой халявой. И используя мой промокод, на данном сайте вы получаете дополнительный бонус. Но если вдруг у вас нет денег, не хотите тратить, или просто какие-то есть подозрения, можно вообще принять участие в бесплатных розыгрышах. Есть розыгрыш совершенно бесплатный, любой может принять участие. Есть розыгрыш за энергию, которая достается при открытии кейсов. Ссылка на сайт в описании. Итак, друзья, довольно любопытная информация появилась недавно на сайте Reddit. Это, кто не знает, это как бы такой супер-мега-форум, где обсуждаются разные темы. Только он англоязычный, и, соответственно, русская публика не очень хорошо его знает. Некоторые вообще впервые, возможно, слышат. И, соответственно, там появилась информация по поводу танков за серебро, которые будут продаваться в черном рынке. При этом говорится о том, что черный рынок будет уже в декабре. Это, конечно, интересная информация, значит, уже скоро нам потребуется огромное количество серебра, чтобы купить себе премтанки. Итак, начнем. Ну, соответственно, первый в списке находится объект 780. Танк, на самом деле, известный игрокам, потому что еще в прошлом году его хотели добавить, но так и не добавили. Соответственно, на данный момент говорится в списке, что данный танк будет продаваться в аукционе. И цена его будет стартовать от 10 миллионов серебра. Сколько в итоге будет цена, потому что на аукционах, понятно, все больше и больше, там цены увеличиваются. Из-за ставок неизвестно. Следующий танк это Аукуларенкспанзерпантер. Аукуларенкспанзер с 7 уровня. Это один из немногих танков, который разработчики официально, специально сделали для черного рынка, чтобы удивить игроков. В принципе, действительно, многие удивились. И, конечно, танк был раскуплен, потому что оно что-то новенькое, необычное, эксклюзивное. Коллекционер, конечно, это смели с полок. Ну, а так танк, на самом деле, довольно обычный по характеристикам. И вот дальше у нас ждет сюрприз. Это китайский танк WZ-113-2. При этом тут сказано, что для этого танка еще будет отдельно, дополнительно 3D-стиль. Золотой, абсолютно золотой. С черным оттенком. Ну, довольно любопытно, на самом деле. И понятно, что данный танк готовится именно для китайских игроков. То есть, у нас в черном рынке, видимо, он тоже появится. Ну, а, соответственно, понятно, что китайцы любят золото и обожают скупать такие лоты. Будет продаваться он за золото, что немножечко не радует. Далее у нас лот FV-215B-173. Многие ждали данный танк за боны в обычном боновом магазине. Но так бабаха туда и не попала. Что, конечно, немножечко печаль. Но будет еще одна возможность купить данный танк. Только за серебро в черном рынке. По-моему, тоже замечательно. Бабаха сейчас после изменения фугасов вообще стала какой-то слишком балансной, как мне кажется. Но она и раньше была имповая. Сейчас такое ощущение, что стало еще жестче. Хотя, может быть, мне кажется, и она и, в общем, просто всегда слишком жесткой была. Ну, в общем, можно будет ее купить. Далее танк Т-22СР. Соответственно, это танк 10 уровней советский. Можно было его получить и раньше. Но сейчас, в общем, появилась такая возможность. Вообще, танк довольно редкий. То есть, мало у кого он имеется. Его даже аппали. И, в принципе, понятно, что в черный рынок его добавили неспроста. Следующий танк – это у нас Объект 752. Вот это довольно любопытный лод, потому что это первый танк 9 уровня в черном рынке. Насколько я помню, раньше девяток не было. И тут у нас довольно-таки интересная такая машина. Не знаю, имба или не имба, но по характеристикам выглядит вроде бы неплохо. Хотя этот танк не раз нерфили. Так что посмотрим, что будет дальше. Следующий танк довольно удивительно. Но это Бураск. Вообще, по-моему, Бураск и в прошлом черном рынке был. Соответственно, и в этот раз он тоже там будет. Ну, Бураск, что тут можно сказать, это имба. Это танк, который привлекает внимание. И он не очень дорого стоит. Но при этом действительно стоит того. Потому что дамаг, который на нем можно наносить, он один из самых больших на 8 уровне. Но для этого нужно, конечно, этим танком овладеть. И последним танком тут числится ИС-6. Черный. И, в общем, ну, понятно, что данный танк не столь интересен. Будет многим. Но его нужно было тоже упомянуть. Возможно, и другие лоты, как тут написано. Но, соответственно, на данный момент список такой. То есть то, что известно, какие танки будут в черном рынке. В общем, посмотрим, друзья. Черный рынок, он будет. Это прям очевидно для всех, я думаю. То есть он будет или, ну, скорее всего, в декабре или в январе. Ну, максимум в феврале. Это если вдруг решат разработчики потом его туда добавить. В общем, посмотрим. И, друзья, вы можете также перейти на сайт Водхаб и воспользоваться интересным предложением. Выиграть ценные призы на данном сайте. И тут доступные премиум танки. И даже того же самого Бураска можно не ждать, а уже попробовать поучаствовать в розыгрыше на сайте Водхаба и выиграть себе танк. На этом все, друзья. Ссылка на сайт в описании. Там же промокод. И не забывайте писать комментарии. Оценивайте видео. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok